МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гонболистки Гомеля приняли участие в традиционном Кубке Турчина, который прошел в Киеве. Футбольный клуб Гомель завершил сезон после домашнего поражения в первом матче 1-8 финала Кубка страны от Слуцка. Иллюзии о возможности положительного для зелено-белых исхода этого противостояния не было. Отыграть разницу в три мяча, да еще и на поле соперника – задача для нынешнего Гомеля практически невыполнимая. Подробности в нашем обзоре. Первые 20 минут ответной игры прошли в равной борьбе. Мяч гостил в основном в центре поля. Открыли счет хозяева на 21-й минуте. Егор Зубович после скидки партнера поразил пустые ворота гостей. Гомельчане в концовке первого тайма могли сравнять счет. За снос в штрафной хозяев Павла Чернышева судья назначил пенальти. Реализовывал 11-метровый сам пострадавший. Удар оказался бесхитростным и галки перпарировал его. Точку в противостоянии поставил защитник Слуцка Дмитрий Алисейко. Эффектным ударом со штрафного он удвоил преимущество своей команды. Забить гол престижа гомельчанам не удалось. Победа Слуцка со счетом 5-0 по сумме двух матчей. Гомель прекратил борьбу за Кубок страны. В мини-футбольном чемпионате Беларуси сыгран 11-й тур. В гомельском дерби БЧ обыграл агрокомбинат Южный 4-2. ВРЗ на своей площадке взял три очка в поединке с Могилевским Фортом 6-2. Светлогорский ЦКК в Минске проиграл Мопиду 0-6. В турнирной таблице выше всех располагается ВРЗ. Пятое место МБЧ замыкает восьмерку сильнейших. Южный располагается на 12-м месте, ЦКК на 14-м. У гомельских баскетболистов дела в чемпионате Беларуси пока не очень. Гацор СОЖ единственная команда, которая пока ни разу не побеждала. В очередном туре гомельчане дома принимали Витебск. Дела в белорусском баскетболе сейчас, мягко говоря, не очень. О проблемах гомельских команд мы уже говорили. Не меньше их и у других коллективов. У Витебска финансовые проблемы привели к кадровым. Да и на выездные игры не все имеющиеся в обои Мируслана Байдакова баскетболисты могут выехать. Я бы не сказал, что у нас остался профессиональный клуб, потому что многие ребята имеют по две работы, баскетбол и еще что-то. На выездные игры мы не можем все собраться. Тем не менее, турнирное положение у Витебска куда более благоприятное. Четвертое место. Старт первой четверти, пока соперник осваивался на площадке, гомельчане провели ударно. 20.11. Витебска очнулся и до сирены успел сократить отрыв до двух баллов. Вторая десятиминутка проходила по похожему сценарию. Сначала хозяева отрываются, гости после их догоняют. На перерыв команда ушли при счете 34-33 в пользу Витебска. Провальной для хозяев стала третья четверть. Гости собрались и выдали ударный отрезок 21.0. При этом у хозяев ни у своего, ни у чужого кольца ничего не получалось. У нас молодая команда, поэтому у нас все третьи четверти идут порвальные немножко. А вообще, немножко нам не хватает опыта. Четвертую десятиминутку команды начали при счете на табло 61.45 в пользу гостей. Гомельчане поняли, что терять особо нечего и бросились вперед. Рывок 15.0 и отставание сократилось до 4 баллов. Это вернуло надежду баскетболистам и болельщикам и обещало напряженную концовку. Финишный отрезок лучше получился у баскетболистов Витебска. Итог 75-63 в их пользу. Турнирная ситуация у гомельчан сейчас совсем не радужная. Шесть поражений и ноль в графе побед. Ближайший матч Гоцор-Сош проведет в пятницу 27 ноября против столичного Бгуира. Гомболисты Гомеля в очередном матче чемпионата встречались с Могилевским Машекой. На площадке соперника подопечные Сергея Цыганкова одержали победу с отсчетом 31-23. В турнирной таблице гомельчане уверенно занимают вторую строчку. Лидирует столичный СКА. В женском чемпионате пока пауза. Национальная команда проводит учебно-тренировочный сбор. Для участия в нем наставник команды Томаш Чаттер вызвал четырех гомболисток Гомеля. Валентину Кумпель, Екатерину Дубовцову, Ирину Дронову и Викторию Шамановскую. Еще до начала паузы гомельчанки уехали в Киев, где приняли участие в традиционном гонбольном турнире Кубок Турчина. Игорь Турчин – знаковая фигура советского, а впоследствии украинского гонбола. Киевский «Спартак» под его руководством 20 лет подряд выигрывал чемпионат СССР. Команда – 13-кратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Первым соперником гомельчанок на турнире стали именно гонболистки киевского «Спартака». Подопечный Игорь Ичеброва без проблем разобрались с соперником 42-26. В финале ждала более серьезная команда сборной Украины. Пусть даже в ее составе и не было ряда ключевых игроков. Гомель тоже ослаблен, не играла Анна Редька. Украинская разыгрывающая является важнейшим элементом в тактической схеме команды. Наладить игру в ее отсутствии было одной из задач на турнир. К тому же после матча с БНТУ у Гомеля небольшой спад физической подготовки. Несмотря на это, белорусские упорно сопротивлялись. Но все-таки потерпели поражение со счетом 28-33 и завоевали серебряные медали. Качество игры, конечно, не очень здорово смотрелось на том фоне, на том статусе матча. Но я думаю, что все старались, все хотели показать как наилучше. Не все получалось. Это взаимодействие в этих новых комбинационных построениях не всегда отвечало тому, что хотелось бы мне видеть. Но это все рабочие моменты. Здесь ничего нет сложного и страшного. Все исправляется. В отсутствие сборниц тренировочный процесс не останавливается. Основное внимание физической и специальной подготовки. Эту неделю посвятим, так сказать, добавим немножко нагрузки на общефизическое развитие. Специальную подготовку. Мы много будем работать эту неделю. И как бы посвятим эту неделю поднять такое физическое, общефизическое состояние игроков. А следующую неделю уже идет подготовка к чемпионату. Следующий матч женская команда гонбольного клуба «Гомель» проведет 5 декабря дома против дубля БНТУ. Сразу два крупных соревнования по киокушинкан карате прошли в Гомеле во дворце игровых видов спорта. Молодежь выявляла сильнейших на турнире Сакура над Сожем. Взрослые спорили за награды Кубка Гомеля. Оба турнира имеют богатую историю, которая насчитывает более 20 лет. За это время соревнования стали стартовой площадкой для многих спортсменов, которые позже завоевывали награды на международной арене. Турниры собирают сильнейших каратистов из Белоруссии, России, Украины, Таджикистана и других стран. Многие приезжают в Гомель много лет подряд. Привлекает уровень и организация. Например, Украина в этом году делегировала на турнир около 30 спортсменов. И есть серьезный расчет на медали. Мы в Гомеле всегда получаем от соревнований удовольствие, позитивное отношение, всегда такая атмосфера хорошая, всегда хорошее судейство, доброжелательная такая атмосфера царит на соревнованиях. В нынешнем году за награды боролись более 200 участников. В программе Кумите это схватки и томишевари на разбивание твердых предметов частями тела. В зрелищности Куякушину не откажешь. Бои проводятся в полный контакт. За поединок соперники успевают наносить десятки ударов как руками, так и ногами. Молодежный турнир собрал большее количество участников. Накалы и эмоциональность отличают соревнования юных каратистов. Порой судьям нелегко определить победителя. Однако претензий к их работе у спортсменов нет. Приятные ребята, правильные судьи. Бои сложные, ребята серьезно подготовлены. В турнирах приняло участие около 40 спортсменов из Гомельской области. Без наград хозяева не остались. Золото Кубка Гомеля в весовой категории до 80 килограммов завоевал спортсмен из Калинковича и Дмитрий Канош. Не было ему равных и в Томишеваре. В категории свыше 80 килограммов гомельчанин Олег Кричевцов занял третье место. Среди молодежи медалистов больше. Победителями Сакуры над Сожем стали Кирилл Базарь, Даниил Пантелеев, Илья Осипенко и Екатерина Юшкевич. Вторые места завоевали Артем Новиков и Антон Заводенко. Бронза у Размика Голстяна. Продолжаем тему единоборств. 13-й межгосударственный турнир по панкратиону «Белая Русь» прошел в Гомеле. Областной центр Олимпийского резерва по боксу приняло 11 команд. Это около 70 участников из Гомеля, Речицы, Бобруйска, Могилева и Минска, а также России. Это юноши и юниоры 15-17 лет, воспитанники спортивных клубов. Соревнование посвящено Управлению Следственного комитета Беларуси по Гомельской области. Во время турнира прошла спортивно-благотворительная акция «Служить и защищать». Помощь оказали семьям сотрудников следственных подразделений правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, а также честовали ветеранов труда и лучших сотрудников. Еще одна цель акции – это профориентация молодежи. Я надеюсь, что в последствии, видя вот эти вот бои, которые проходят, видя торжественное проведение данного мероприятия, в дальнейшем примет решение, может быть, стать следователем либо милиционером. Панкартион – соревнование древнегреческих олимпийцев. Фактически исторический бой без правил сегодня превратился в тип смешанных единоборств, в котором разрешены элементы из бокса, самбо, дзюдо и вольной борьбы. Главное условие поединков в Гомеле – разница в возрасте должна быть не более двух лет. На каждого чемпиона есть свой чемпион, как говорится. Если проиграл, то надо стремиться к лучшему. Представители Гомельской области на турнире без наград не остались. С весовой категории 63 килограмма весь пьедестал заняли представители нашего региона. Первое место у гомельчанина Павла Мельникова. Второе – у еще одного представителя областного центра Артема Буховцова. Замкнул тройку призеров спортсмен из Речицы Дмитрий Лукьянов. В категории до 50 килограммов бронза у гомельчанина Михаила Юркова. Глеб Лазаренко из Речицы в категории до 58 килограммов завоевал серебро. Гомельским выдался в финал у спортсменов весом до 69 килограммов. Александр Стасевич оказался сильнее Андрея Воеводова. В категории до 76 килограммов на третью ступень пьедестала почета поднялся гомельчанин Роман Гавриленко. Александр Тарасов из Речицы стал лучшим в весовой категории 85 килограммов. В Гомеле завершился открытый чемпионат области по фехтованию. За награды боролись спортсмены из всех регионов Беларуси. Мастера сабли и рапиры выявляли сильнейших в личном и командном зачетах. Чемпионат проходил в комплексном центре Олимпийского резерва. К соревнованиям хозяева подготовились хорошо, тем более, что конкуренция серьезная. 150 участников, среди них мастера и кандидаты в мастера спорта. В командном зачете гомельчанам равных не было. Первые места среди юношей и девушек. В личном зачете у представителей нашего региона 4 награды, 3 бронза и 1 золото. Победительницей стала Яна Андреенко. В финале она была сильнее минчанки Александры Хмельницкой. Но этот поединок для чемпионки был не самым сложным. В полуфинале турнирный путь свел ее с родной сестрой Анной. Мы с ней встретились за вход в двойку, за вход в финал. Этот бой был даже тяжелее, наверное, чем за первое место, потому что все-таки сестра. Всегда вот так вот тяжело. Но это самый такой тяжелый момент, когда именно с сестрой встречаемся. Фехтование в Гомерской области развивается с 2008 года. В областном комплексном центре Олимпийского резерва занимается более 60 спортсменов. Они завоевывают награды не только на республиканских стартах. Семь воспитанников входят в состав национальной сборной. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!